Миниатюрист В 1916 году, на второй год правления Франциска I, издарственной, сделанной королем сына художника, на имущество его отца, которое перешло к короне, мы узнаем, что на самом деле он не был французом и никогда не натурализовался. Предполагается, что он был женцем Нидерландов. Его настоящее имя, вероятно, было Клуэ. Он прожил несколько лет в Туре. Там он встретил свою жену Жанну Буко, которая была дочерью ювелиром. Известно, что в 1522 году они жили в Туре. А в 1523, ему упоминается, что его жена жила тоже в этом городе. В том же году Клуэ получил от короля должность коммердинера. Жалование сначала в 180 ливеров, а затем в 240. Но его жена определенно жили в Париже в 1529 году, вероятно, в районе прихода Сен-Ина-Сан, на кладбище которого они были похоронены. Я цитирую переводную Википедию. Его брат, известный как Клуэ де Навар, служил у Маргариты Ангулемской, сестры Франциски I. У Жана Клуэ было двое детей. Жан Клуэ, несомненно, был очень искусным портретистом, хотя ни одна из сохранившихся работ не была доказана его авторством. Но некоторые из них были выделенно атрибутированы. Написал портрет математики Ааронса Фене в 1530 году, когда Фене было 36 лет. Но портрет известен только по Древе. Принято считать, что он создал очень большое количество замечательных портретных ресурсов, которые сейчас хранятся в музее Конде, Шантаи, а также в национальной библиотеке. Сохранилось около 10 его картин и несколько миниатюр, таких как два портрета Франциска I и два небольших портрета, написанных в его мастерской в Лувре. Портрет неизвестного мужчины, портрет дофина Франциска, сына Франциска I в Антверболе. Вот так вкратце из переводной Википедии данных не очень много о французском художнике-миниатюристе, работавшем во Франции в эпоху Высокого Возрождения, Жан или Жанет Клуэ. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok